Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Время университета на седьмом». Гость в студии, ректор Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор Игорь Коваль. Здравствуйте, Игорь Коваль. Здравствуйте, Игорь Коваль. Здравствуйте, Игорь Коваль. Наконец, произошла наша встреча, потому что вы известный американист, а события в Соединенных Штатах развиваются таким образом, что просто без комментариев специалиста не обойтись. С точки зрения обывателя, хочется сказать, что волнительно вот все то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах. Поэтому первый вопрос прозвучит так для вас, как человека в этой теме. Вот то, что происходит сейчас в США, это привычное такое явление, которое вот раз от раза, так сказать, мы можем наблюдать? Или вот то, что сейчас, вот эти акции протеста, мародерства и так далее, люди на улицах, это нечто необычное и что-то особенное? Я бы не сказал, конечно, что это особенное. И Америка даже на глазах живущих ныне поколений, откровенно говоря, знала гораздо более серьезные кризисы. Ну, самым серьезным после Второй мировой войны, системным кризисом по-настоящему был кризис 67-69 годов, связанный с Вьетнамской войной. Прежде всего, с огромными затратами и нежеланием молодежи идти на эту бессмысленную войну во Вьетнаме, умирать. Американцы потеряли тогда более 50 тысяч только убитыми в этой войне. И тогда же назревал, перезревал и вырвался наружу протест черного и цветного населения, который, я напомню, думаю, что многие еще помнят это, и молодежь, может быть, прочитает. Это движение возглавлял пастор Мартин Лютер Кинг. Кстати, здесь тоже любопытные параллели, если мы чуть-чуть позже коснемся этого вопроса. Конечно, повторяю, Америка знала гораздо более серьезные волнения в этом отношении, системные, кризисные по-настоящему. Я думаю, что нынешний такой семикризис, такой полукризис, он, несомненно, имеет определенное значение. Он усугубляется предвыборной борьбой накануне выборов президента в Соединенных Штатах в ноябре этого года. Он усугубляется коронавирусом, он усугубляется экономическими обстоятельствами и падением производства, безработице и так далее. Но, в общем-то, я пока не вижу предпосылок для того, чтобы он вышел за пределы каких-то, так сказать, и стал суперэкстремальным. Как вы относитесь к характеристике того, что этот кризис – это борьба элит Соединенных Штатов, которая обостряется и в преддверии выборов в том числе? Вы знаете, я бы выделил до этого момента, сейчас к нему подойдем, еще два, которые нужно понимать и без которых невозможно разобраться в деталях. Прежде всего, черный вопрос, условно назовем, да, или расовый вопрос в современных Соединенных Штатах Америки. Для значительной части нашего общества, нашего населения, вот постсоветского, для значительной части. Ну, я бы сказал, у нас разделение такое. Для одной части воспитанной в традициях советской пропаганды – это по-прежнему средоточие зла, вот мировой центр империализма и так далее. С другой стороны, это светоч демократии и абсолютный, так сказать, пример. Ну, на самом деле, правда, как правило, где-то посередине, и ни одно, ни другое не является абсолютным. Безусловно, если вы спросите любого, ну, воспитанного, умного, интеллигентного, интеллектуального человека в Америке, белого или черного, одно и то же ли в этой стране быть белым или черным? Он скажет, конечно же, нет. Несмотря на то, и это надо признать, что Америка сделала колоссальные шаги по десегрегации, по уравниванию прав белого и черного населения. Мы это у себя в стране и в нашем обществе, и в Европе даже, по большому счету, не ощущаем. А для Америки это была колоссальная проблема. Американский президент Линдон Джонсон всегда ассоциируется, прежде всего, с Вьетнамской войной, с этими позорами, этими преступлениями, которые американская военщина нанесла во Вьетнаме. Но надо сказать, что это был тот президент, который подписал, ну, в общем-то, финальный акт, уравнивающий права людей белого и черного расы в Америке. Мы все знаем, там, в 60-е годы 19 века Авраам Линкольн подписал соответствующий декрет о ликвидации рабства. Но через 25 лет, всего лишь после 1865 года, были приняты знаменитые, в кавычках, законы Джима Кроу, которые вводили сегрегацию, то есть раздельное существование наций. Вернее, рас, извините. И в Америке, опять-таки, ну, на мое поколение еще, да, 60-е годы, я был там подростком, но 62-й, 63-й, 64-й годы, это еще последние процессы в демократической Америке, где люди были осуждены черные за то, что они вошли в кинотеатр для белых, ездили в автобусах для белых и так далее. Эта колоссальная проблема, и она, конечно, полностью не снята. Периодически разные события выталкивают это на поверхность. Второе, американская полиция. О ней тоже ходит, так сказать, масса мифов. Мы в значительной степени, ну, воспитаны, в кавычках, на американских сериалах о доблести американской полиции. Надо иметь в виду, что она тоже далеко не всегда была такой, во-первых, скажем так, справедливой, а во-вторых, она не всегда была такой, ну, по жесткости и по влиянию в обществе. Фактически, перестановку, правоохранение, перезарядку, что ли, американской правоохранительной системы начали братья Кеннеди с 1961 года. До этого американская полиция была похлеще тех образцов полиции постсоветских государств, в том числе иногда и нашего, которые мы знаем. Это была мафиозная структура, сросшаяся с мафией, так сказать, традиционной, чикагской, там, флоридской и так далее, так, нью-йоркской. И эту систему начали разрушать братья Кеннеди. Ну, к сожалению, не полностью довели. Дальше доводили последующие президенты. И разорвали вот эту прямую связь американской полиции с мафиозными структурами. Вот тогда полиция приобрела тот авторитет, то влияние и ту жесткость, иногда чрезмерную брутальность, которая на сегодня знаменита. С американскими полицейскими лучше в споры не вступать. Так что вот такие... А что касается спора элит и предстоящих выборов? Спора элит. Это связано? Я все-таки думаю, что на самом деле здесь есть несколько уровней противоречий, в том числе этот. Но об одном из них мы сказали, это вот нерешенность до конца вопроса, так сказать, черного населения, неравномерность развития своеобразная. Но есть еще такие моменты, как в принципе общая усталость от правящих элит. Сегодня и республиканцы, и демократы в значительной степени дискредитированы в глазах широкого общественного мнения. Они не могут адекватно ответить на вот те вызовы современные, которые возникают в обществе, связанные с глобализацией и деглобализацией, связанные с непонятным, так сказать, приоритетами международного сотрудничества, международной торговли и экономики, либо все-таки поддержки собственного производителя и так далее. Второе, я бы сказал, такую, знаете, удивительную, может быть, для многих из наших слушателей вещь, в принципе, мы свидетели политической, интеллектуальной даже, и идейной деградации американской политической элиты, во всяком случае, значительных ее сегментов. Не всей, но значительных ее сегментов. Потому что уровень дискуссии, который ведет президент Соединенных Штатов со своими оппонентами, и вот даже последняя книга Болтона, его бывшего помощника по национальной безопасности, где он показывает, так сказать, ну, всю примитивность тех даже разговоров, которые ведутся в этой среде и в тех комнатах, где принимаются глобальные для всего мира решения, показывают очень низкий уровень. Да и сам Болтон выглядит тут не лучшим образом, не лучше, чем его бывший, так сказать, босс. Далее, еще один момент. Это экономическая среда, экономический кризис. Размывание и маргинализация среднего класса, который всегда был опорой в Америке и для всей страны. Ну, вот нерешенность проблем расовой дискриминации и, конечно, чрезмерная брутальность американской полиции. Безусловно, так же, как мы видим это, увы, и в нашей стране различного рода политические силы пытаются использовать это. Здесь важно не заиграться. И я хотел бы в этом отношении, вот, заканчивая эту мысль, только сказать об одном, понимаете, один из, ну, с моей точки зрения, и не только с моей неправильных, так сказать, выводов, которые, или действий, которые были сделаны, это возведение вот этой жертвы, так сказать, брутальности американской полиции, погибшей, так сказать, в этой, в этих, в этой столкновении с полицией черный. Возведение его в ранг национального героя – это абсолютно неправильный шаг, абсолютно политически мотивированный для создания, вот, так сказать, дополнительных… Потому что, ну, любая человеческая жизнь ценна, в том числе даже преступника, да, и никто не вправе лишать по своей воле человека жизни. Это, несомненно, из-за этого полицейские должны понести наказание. Ну, вот, очень хочу уточнить, мы вот о таких высоких материях, о глобальных вещах, о предпосылках такого развития событий. Но как связаны действительно протесты в защиту прав темнокожих с явным мародерством и беспределом, который происходит? Смотрите, Марина, дело в том, что не только, вы помните знаменитые слова, и можно фразы, и можно перефразировать, так же, как и русский бунт, этот американский бунт бессмысленный и беспощадный. В таких протестных движениях, не структурированных, и первоначально возникающих достаточно спонтанно, всегда присутствует элемент криминала. Потому что есть реально колонна, условно говоря, да, сектор, который действительно протестует против того, что происходит. Есть, в общем-то, маргинальные слои, которым все равно против чего протестовать. Против загрязнения окружающей среды, защиту прав черных, защиту прав собак, кошек и так далее. И есть, конечно, просто криминальные элементы, которые используют это для погромов, для того, чтобы свою, так сказать, агрессивность выразить. И, к сожалению, этим пользуются очень часто политические элиты, подталкивая, не сдерживая и даже иногда провоцируя на такого рода выступления. Вот ключевой момент. Наверное, поэтому в разных штатах протесты развиваются по-разному? Это связано с политическим? Это связано с ситуацией в каждом, экономическая ситуация, социальная ситуация, степень концентрированности черного и цветного населения, проблемы миграции в том или ином штате. Это связано и, безусловно, с тем, демократы или республиканцы находятся у власти, потому что сейчас идет борьба, что называется, не на жизнь, а на смерть в преддверии президентских выборов. И там, где демократы, они стараются, наоборот, так сказать, подвигнуть вот эти слои для продолжения протестных выступлений в более мягкой уже форме, потому что погромы играют на руку Трампу. Он показывает, что вот к чему это приводит, чрезмерная демократия, должно быть усиление там. Анархические идеи, конечно, всегда в таких бунтах возникают, и иногда они действительно подогреваемы. Но, возвращаясь, все-таки, знаете, меня удивило, что многие даже трезвомыслящие люди, но вот поддались, в том числе и в политическом классе американском, поддались вот этой волне абсолютно неадекватного и, ну, такого, ну, некритического подхода. Совершенно верно, повторяю, нельзя лишать человека жизни, никто не имеет права, и полицейские тем более на это. Но возводить, в общем-то, бандита-рецидивиста, который в 2007 году грабил на одну из квартир в своем районе и приставлял нож беременной женщине, требуя от нее, так сказать, денег и так далее, такой же чернокожий, возводить его в ранг национального героя, ставить его на одну доску с Мартином Лютером Кингом или Анжелой Дэвис, то есть людьми, которые проповедовали совершенно другие ценности и другой образ жизни вели, это большой перебор, конечно. Какое продолжение будет иметь эта ситуация после 3 ноября? И будет ли все, наоборот, стихнет, либо начнется новый виток, и мы тогда уже сможем говорить о неком варианте цветной революции? Ну, в данном случае цветная имеет двойной, так сказать, подтекст. Вот. Я думаю, что, конечно, пик будет пройден вскоре, будут предприняты, несомненно, определенные меры к стабилизации ситуации, но в общем и целом, я думаю, что, понимаете, американское общество сегодня настолько разделено, что вот эти действия, дискредитация, скажем, президента в глазах общественности, или, наоборот, дискредитация президентом тех, кто поддерживает протестантов, протестующих, вернее, уже существенно не влияет на распределение, так сказать, политических сил, потому что вот все разделилось на черное и белое, на одних сторонников, на других. Очень мало колеблющихся осталось. Поэтому, конечно, я думаю, что ситуация с самими выступлениями будет более-менее стабилизирована. То есть будут отдельные, так сказать, марши, движения и так далее, но они уже не будут собирать там до миллиона человек протестующих. Этот выброс, связанный с кризисом, с коронакризисом, с экономическим кризисом, просто с озлобленностью какой-то внутренней, нестабильностью, психологическими неуровневышенностями массы людей. Это постепенно стихнет, несомненно, хотя отдельные проявления будут. Но это не тот системный кризис, который мог бы привести к каким-то существенным сдвигам в американской внутренней или внешней политике. Игорь Николаевич, хотел бы вас еще спросить о ЗНО и предстоящих для выпускников о делах, но все-таки, чтобы закончить вот эту американскую тему, есть ли среди кандидатов ярких, я уже понимаю, что нет, но тем не менее имела ли страна Соединенных Штатов Америки шанс объединить страну новым политиком, новым президентом, кандидатура которого, так сказать, где-то могла бы проявиться? Потому что все, что сейчас на виду, это продолжение вот этого кризиса, разделения стран. Да, вы знаете, я думаю, что этот политический цикл Америкой пропущен или проигран. Дело в том, что демократы не сумели выдвинуть человека, политического деятеля или общественного деятеля, ну, масштаба хотя бы Кеннеди, хотя бы Буша-старшего, скажем, я уже не говорю там о великих президентах американских. И то, что мы видим сегодня, очень невнятную, очень слабую предвыборную кампанию со стороны Байдена, он, естественно, будет номинирован от демократической партии, вот, но, в общем-то, этот человек производит общее впечатление такого, знаете, усталого от жизни уже и человека, и политика. Никаких новых идей, никаких прорывов мы здесь не видим. Поэтому будет идти такая традиционная, вялая иногда со взбрыкиванием каким-то политическая борьба. Результат пока, честно говоря, трудно предсказать, но выбор невелик. Трамп или Байден. Будем надеяться, что через 4 года что-то поинтереснее будет. И тогда вот последний вопрос. Вот какое влияние эти протесты могут оказать на развитие взаимоотношений Соединенных Штатов Америки с другими странами влияют? Или все-таки внешняя политика — это одно, и это отдельно, а внутренняя политика — это другое отдельно? Ну, мы видим, что на уровне общественности очень большой всплеск произошел, и такого рода движение против расизма, против дискриминации, сегрегации и в Англии, и во Франции, и в Германии, и в многих европейских странах. Потому что эти элементы накапливаются со своей национальной спецификой, но в Европе тоже. Это привело, с моей точки зрения, к несколько чрезмерной кампании борьбы с памятниками. Это вообще абсурдная линия поведения, и она свидетельствует о такой низкой зрелости общества или отдельных его элементов. Думаю, что, в общем-то, на внешнюю политику это радикально. Вот это мне скажется. Очень важно, очень важно, как будет выстроена внешняя политика после окончания выборов, потому что Трамп настроен продолжать разрушать международные институты, вплоть до НАТО. Вот это может иметь очень серьезные последствия. Но посмотрим. Посмотрим, по-живому видим, да. И в продолжении нашей темы, сегодня у нас в гостях Игорь Ковалевич, уже представлю ректор Одесского национального университета имени Мечникова. И вот, конечно, пока у нас тоже неопределенность сдавать, не сдавать за нового, добровольно, соединено с ДПА, это совмещается ли с ДПА для выпускников, вступительная кампания. Вот на сегодняшний день, на данный момент, какие есть новости? Ну, вы видите, ситуация очень динамично развивается. Мы сами ежедневно открываем, так сказать, средства массовой информации и ждем каких-то новых сообщений. То, что известно на сегодняшний день, и принципиально важно, разделили ДПА и ДПА. Гражданин Украины без ИНО поступать на уровни образования бакалавра, там, или тем более, более высокий уровень, без ИНО не может. И это однозначно. Если ты не собираешься поступать в высшие учебные заведения, либо собираешься поступать в учебные заведения, скажем, за рубежом, где не требуются наши сертификаты за ИНО, то в этом случае тебе будут выставлены по текущим оценкам, там, четвертным, семестровым, и ты получишь аттестат о среднем образовании. То есть, ЗНО не отменяется? Не отменяется. Сроки его пока, вот, на конец текущей недели, до 20 июня, может быть, будут какие-то коррективы, но пока то, что нам сообщает из Киева и наш Центр оценивания якости АСВИТы, должны начаться в те же сроки, то есть с 25 июня. Это означает, что вступительная кампания непосредственно в университете уже в августе, и будем надеяться, что нам удастся хотя бы 15 сентября начать учебный год для первокурсников, бакалавров и магистров. Спасибо огромное за участие в программе. Очень много таких важных же трепещущих тем, и обо всем хотелось поговорить. Думаю, продолжим следующее. Спасибо. Спасибо. Игорь Коваль, ректор Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор сегодня был нашим гостем. Спасибо за информацию. Всего хорошего. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова